Национальная детская библиотека Мы сразу предупреждаем Волноваться не надо При написании этой книги, что называется, не пострадало ни одно животное Собака целая Никто её наполовинки не делил Собака очаровательная Её зовут Леди И это Сеттер Когда я был поменьше, время от времени Говорит главный герой этой книги Мальчик Олаф Я задавал себе вопрос Какая же половина моя? Естественно, мне больше нравилась передняя половина Красивые локоны на обвислых ушах Словно у барышень на старинных портретах Умные, грустные, чёрные глаза Вокруг левого чёрное пятно, словно монокль Красивая длинная морда Рот, блестящая полоска кожи Светло-розовый, с канавкой посредине язык Мокрый, холодный нос, который иногда потрогать Но у Сеттера и хвост красивый У Леди он шелковистый, серо-чёрный бахромой Леди всегда готова весело помахать им Но уловив в воздухе или в траве малейший запах дичи Леди замирает на месте На стойку Сеттера приятно смотреть Собака долго стоит, словно скульптура Одна передняя лапа поднята и свешена Нос вытянут вперёд И, скосив глаза, поглядывает Заметил ли хозяин, что она почуяла дичь В щенячьем возрасте шерсть у Леди была розово-белой Никто не верит, когда я об этом рассказываю Даже отец считает, что она всегда была серой С самого начала Но я помню ясно, когда Леди к нам принесли Она была розовато-белой Я помню тот день абсолютно точно Это было летом три года назад Мы ещё тогда жили в старом доме Но если собака цела и невредима Почему же олов, её владелец, рассуждает о том Какая половина ему принадлежит Значит, вторая половина собаки принадлежит кому-то другому Что случилось? Как получилось, что у одной целой собаки два владельца? И будет ли так всё время? Это вопросы, на которые могут найти ответы Те наши самые настойчивые и постоянные читатели Которые придут к нам и возьмут в руки вот эту книгу Её автор – известная эстонская писательница Лиэла Тунгал Лиэла Феликсовна – одна из самых известных писательниц в своей стране И в 2019 году в знак признательности и любви от читателей И всех, кто любит книги Она получила премию Балтийской ассамблеи Среди тех писателей Эстонии, которые пишут для подростков Лиэла Тунгал – одна из самых-самых известных И наиболее много написавших для юных читателей И вот эта книга «Половина собаки» тоже написана для вас, дорогие друзья Это очень интересная книга, потому что даже по своему составу Она не похожа на большинство книг, которые я, например, читала В ней четыре повести «Половина собаки», «Лето пестрой бабочки», «Дочь Деда Мороза» и «Придумай что-нибудь, Мадис» Но если вы подумаете, что это четыре просто отдельных повести То вы ошибетесь, потому что их, скорее, можно назвать, эти повести Главами одной большой истории Все девочки и мальчики – главные герои этих книг Их четверо, как вы уже поняли Олаф – «Хозяин леди», Тина – героиня повести «Лето пестрой бабочки», Тиле – «Дочь Деда Мороза» и Мадис из повести «Придумай что-нибудь, Мадис» Одноклассники Они учатся в пятом классе маленькой В ней всего 108 учеников маймицкой средней школы И каждый из них рассказывает в каждой из этих повестей свою историю И поверьте мне, дорогие друзья, что каждая из этих историй полна приключений Олаф со своей собакой окажется втянут в самую настоящую детективную историю «Лето пестрой бабочки» – это приключения Тины, девочки, которая внешне, внешне там приключений мало Но приключения души, взросления Тины очень-очень интересны «Дочь Деда Мороза Пиле – дочка директора школы» Если кто-то думает, что быть дочерью директора школы очень легко и просто И вообще быть учительским ребёнком легко и просто Тебя все любят, из уважения к твоим родителям тебе ставят хорошие оценки Никто не делает тебе замечаний, делай, что хочешь Ведь твои родители, можно сказать, главные в этой школе Тот очень неправильно думает История Пиле поможет нам понять, что быть дочерью директора школы И вообще быть дочерью того, кого все знают, кого все уважают Дело очень-очень непростое Ты должна или должен хранить честь фамилии Но это я могу подтвердить сознанием дела Потому что сама я тоже была учительской дочкой И знаю, какой спрос с учительских детей Двойной, а может быть даже и четверной И, наконец, последняя повесть Придумай что-нибудь, Мадис Мадис, главный герой этой части книги Пятиклассник, как я уже сказала Но в силу ряда обстоятельств Именно он, а не его родители Является истинным главой семьи Мадису приходится постоянно что-то придумывать Не зря повесть так называется Ему приходится мириться с тем, что к нему Младшему в семье Все относятся как к старшему Ему уделяют не столько внимания Сколько нужно уделять внимание детям Иногда он даже оказывается Отодвинутым на второй план Своим старшим братом Которого все почему-то считают очень ранимым Очень тонким В отличие от Мадиса Серьезного, мужественного и ответственного Каково это быть младшим А на деле быть старшим Это тоже очень интересные вопросы И вот на все эти вопросы Смогут, я еще раз повторюсь Получить ответы те, кто придет к нам в библиотеку И возьмет эту замечательную книгу А если вы, дорогие пяти- и шестиклассники Предложите эту книгу почитать вместе Со своими родителями Родители тоже получат очень много И удовольствия, и пользы Потому что читая о том, что происходит в других семьях Мы начинаем смотреть на свою собственную семью Как бы со стороны Взрослым людям Чтение этой книги Поможет взглянуть на свои взаимоотношения с детьми С новой точки зрения И проверить себя Задать себе вопросы Все ли в моей семье в порядке Так ли я веду себя со своими детьми И что сделать, если что-то не так Так что чтение истории о половине собаки Будет очень увлекательным, полезным и интересным занятием Для всех читателей И детей, и взрослых И мы, сотрудники Национальной детской библиотеки Имени Иона Крявга С нетерпением будем ждать вас Наши дорогие читатели Сколько бы лет вам ни было Узнайте, почему половина собаки И что такое лето пестрой бабочки И почему дочку директора школы Называют дочкой Деда Мороза А на сегодня все, дорогие друзья До свидания До следующей встречи Субтитры сделал DimaTorzok